Девять погибших за неделю. ГИБДД по республике приводит неутешительные данные ДТП. Подробности в выпуске. Из Дагестана в Сирию. Пострадавшие от землетрясения жители Латакии получили гуманитарную помощь от благотворительного фонда Инсан. Высокая мода с горским колоритом. В Махачкале прошел показ, где талантливые дагестанские дизайнеры представили на суд зрителей свои уникальные работы. Накал страстей на поле и эмоций болельщиков. В Махачкаре завершился очередной розыгрыш Кубка национальной футбольной лиги. Накануне вечером в результате наезда автомобиля погиб 37-летний житель Махачкалы. Мужчина находился на проезжей части автодороги Манас-Сергакала-Первомайская. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. В общем, за период с 13 по 19 марта сотрудниками ГИБДД по республике было зарегистрировано 27 ДТП, в которых скончались 9 человек. Еще 46 получили травмы различной степени тяжести. К другим темам. Гуманитарный груз, состоящий из продуктов питания, медикаментов и одежды, получили жители Латакии. Путь из Дагестана в Сирию, сопровождая груз, проделали сотрудники благотворительного фонда «Инсан». В организации транспортировки гуманитарной помощи помогло руководство республики. Продолжение темы. Айша Тухаева. Пострадавшие от землетрясения в городе Латакия временно размещены на местном стадионе «Басль». Раздачу гуманитарного груза благотворительный фонд «Инсан» начал именно здесь не случайно. Сотни людей остались без крова и вынуждены спать на голом полу, где и одеял на всех. Еле хватает. Груз, в который вошли еда, одежда, медикаменты и многое другое, пришелся кстати. Уважаемые братья и сестры, мы продолжаем акцию гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений в Сирии. Напомним, что в зону бедствия было направлено около 60 тонн груза гуманитарной помощи на сумму более 30 миллионов рублей. Я хочу обратиться со словами благодарности Российской Федерации, в частности Республики Дагестан, за такой братский визит, за поддержку, за подарки и помощь при землетрясении. Дети очень рады этим угощением, которое привезли вы, дагестанцы. Участвовали в сборе помощи для сирийцев многие жители республики. Желающие помочь начали звонить в фонд до официального объявления сбора. Помощь распределяется в соответствии с запросом нуждающихся. В пригороде Хама мэр провинции лично встречал дагестанскую делегацию. Латакия, Хама, Сальхаб, Нахр-Аль-Барет – это лишь несколько населенных пунктов в Сирии, которые в эти дни получают гуманитарную помощь от фонда Инсан. Благотворительная акция продолжается. Айша Тухаева, Халид Ахмаев, Новости НТ, Сирия. В Дагестанском гуманитарном институте прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Екатериненские чтения». Она была приурочена 9-й годовщине возвращения полуострова Крым в состав Российской Федерации. Участие в мероприятии приняли представители органов государственной власти, научной интеллигенции и общественности. Важность этого мероприятия обусловлена тем, что ровно 9 лет назад, когда в дни Крымской весны, крымчане проявили высокий патриотизм, стойкость, решимость, взяли себе ответственность за свою судьбу и будущее своего полуострова. В ходе конференции ученые дагестанских вузов говорили об исторических вехах и важности возвращения Крыма. Также был проведен телемос с полуостровом по ВКС с обсуждением работы, проводимой на месте дагестанской диаспоры. Обязательно надо говорить об этом на разных уровнях, в том числе на научном уровне, на уровне всех органов исполнительной власти, поскольку там, где мы не говорим, говорят другие. Молодежь должна знать истинные истоки, откуда все это исходит, и, естественно, дальше продолжить ту работу, которая, в общем, наглажденно проводится по укреплению и страны, и обороноспособности страны, и политической всей системы страны, и укреплению международного и международного мира и согласия во всей стране. Жители дагестанских сел смогут обратиться за хирургической помощью к высококлассным специалистам, не выезжая в Махачкалу. Клиника лазерной хирургии «Флебос» в преддверии Рамадана запустила благотворительную акцию в горных районах республики. Чем еще порадует клиника своих пациентов, расскажут мои коллеги. Достойно встретить и провести Рамадан. Клиника «Флебос» передала Муфтияту республики 350 сертификатов на лазерное лечение варикоза. Их распределят в каждое горное село, где имамы выберут по одному человеку с острой необходимостью в бесплатном лечении вен в клинике поселка Шамилькала. Как отмечают религиозные деятели, такие акции в преддверии священного месяца приносят вознаграждение благодетелю. Такая благотворительная акция будет очень уместна. И я не сомневаюсь ни чуточки в том, что данная акция способствует дальнейшему успеху этой клиники, потому что тот, кто совершает благое Всевышний Аллах, ему воздает и в этом мире, и в вечной жизни. А сертификаты, они пойдут в самые нуждающиеся регионы. Это Нагорный Дагестан, где не всякий может себе позволить платные услуги. Хирург Ахмед Мухучиев лично будет проводить операции в клинике в Шамилькале. Говорит, что, как и в городе, здесь предусмотрены комфортные условия для пациентов. Есть опытные врачи и оборудование экспертного класса. Избавиться от проблемы варикозного расширения вен можно практически мгновенно и без боли. Более пяти лет я уже оперирую. В клинике в Шамилькале уже почти год начали работать, как открыли филиал. У нас в Махачкале и в клинике Шамилькале оборудование высокотехнологическое, немецкое оборудование, биолитек. В чем особенность клиники, то, что мы можем обеспечить пациентам в день обращения, избавить от варикоза, сделав операцию, ну, в среднем занимает около получаса. Полчаса пациент под наблюдением после операции в чулках находится. И уже без варикоза можете идти домой. По словам руководителя клиники Флебос Сабира Айдаева, цель данной акции – чтобы как можно больше людей в отдаленных районах получили врачебную помощь, познакомились с современными технологиями малоинвазивной хирургии и дальше были внимательны к собственному здоровью. Процедура будет выполнена при помощи эндовенозной лазерной облитерации. Это самая современная, самая лучшая методика для устранения даже самых запущенных форм варикоза. И с учетом того, что это будет сделано для людей бесплатно, даже люди с тяжелым материальным положением могут вылечить свой варикоз. И мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей узнало про новые методики, про то, что это очень легко. Мы ранее уже выполняли нечто аналогичное для того, чтобы популяризировать методику. Мы выполнили там за день 53 операции, попали в книгу рекордов. И вся страна, и не только в нашей стране это обсуждали. И действительно, это был очень мощный толчок для развития флебологии не только в нашей республике, но и по всей стране. Я надеюсь, что данная наша акция сделает то же самое даже для самых труднодоступных, далеких от Махачкалы сел Дагестана. В сети клиник Флебос часто проходят различные акции. К примеру, здесь можно оплатить консультацию и получить бонусы в цене на анализы и УЗИ в подарок. А за проведенную операцию сразу же в день обращения пациенту предоставляется солидная скидка. Лария Анна Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Четвертый всесибирский конкурс среди хафизов чтецов Корана прошел в Новосибирске. Представители Дагестана отличились в нескольких номинациях. Так, в чтении Корана наизусть Амир Валиев занял первое место. Конкуренцию нашим участникам составляли высококлассные чтецы из всей Средней Азии, Татарстана и других регионов СНГ. Пола Всевышнему Аллаху от республики Дагестан приняло участие четыре конкурсанта. Из них обратно с медалями вернулись в номинации всего Корана первое место, в номинации десяти джуза второе место и в номинации Аммаджуза тоже первое место. И, в общем говоря, мы подготовились к конкурсу на протяжении нескольких месяцев с сентября месяца. И, как бы, сейчас пришло время уже пожинать плоды целого учебного года. И впереди нас, соответственно, ожидают еще другие конкурсы. И это не считаем, что это наш потолок. У нас потолок – это международный уровень, потому что Амир, который выступал на открытом всесибирском конкурсе, он является призером международного конкурса в Кыргызстане. Также Хасан Хельми является победителем республиканского конкурса. Ислам Валиев, он тоже является победителем республиканского конкурса в номинации Аммаджуза. То есть мы таким сильным коллективом, сильной командой поехали в Новосибирск и, конечно, и удивили, и обрадовали. Победители в аэропорту Махачкалы встречались сотрудники Муфтеата Республики и представители городского управления образованием. Отрадно, что именно ученик школы, именно сын нашего брата, директора образовательной школы поселка Шанхал, который победил на таком уровне, в конкурсе. Ему желаю побед и на международных этапах, российских международных этапах. Ожидания и реальности были очень разные, очень большой конкурс был. Мы готовились тоже усердно, очень каждый день у нас проходили уроки с утра. Мы начинали, рассказывали, занимались, помогали друг другу с учителем. В семь лет меня родители отдали в школу Хафизу, и я сам тур очень сильно хотел. Я им тур очень благодарен. Яркие наряды с этническими элементами в современной интерпретации. В Махачкале прошел показ мод, где талантливые дагестанские дизайнеры представили на суд зрителей свои уникальные работы. Неповторимую коллекцию мужской одежды с горским колоритом продемонстрировал и известный модельер Шамхал Алиханов. Все подробности у Патимат Ханаповой. В каждом наряде элементы дагестанского орнамента. Этнические узоры гармонично смотрятся на современной мужской одежде. Это работа известного дагестанского модельера Шамхала Алиханова. Его коллекции и открыли модный показ. Такого числа красивых и со вкусом одетых девушек еще не знала ни одна дагестанская свадьба. В брюках и длинных платьях, в оригинально повязанных платках и без. За украшения из монет, как дань дагестанской этнике, применили в своих нарядах практически все авторы. Дизайнеры смогли в своих образах интересно сочетать восток, авгазские мотивы, элементы европейского стиля. Интеграция мужского головного убора папахи в женский образ, живописный колоритный рисунок, выведенный на стильный черный плащ. Все это не оставило равнодушными зрителей. Очень приятно в очередной раз быть на таком красивом, грандиозном событии. У нас в Дагестане приятно, что все больше и больше, большее внимание уделяется именно развитию творчества. Что у нас с каждым годом появляется все больше громких имен, все больше творческих, ярких девушек, которые громко заявляют о себе не только в Дагестане, но и далеко за ее пределами. О наших дизайнерах уже знают не только по всей России, по всему миру. Горда за наших девочек, за наших талантливых людей. Мне очень понравилось. Действительно, у нас очень талантливые люди и талантливые модельеры, если говорить о сегодняшнем дне. Думаю, вообще в принципе у Дагестана большое будущее, в том числе и в этом направлении. Желаю всем, кто сегодня участвовал в этом мероприятии успехов, чтобы у них все получилось, и чтобы они вышли на мировые подиумы. То, что проходят такие мероприятия в Махачкале и в Дагестане в целом, это, мне кажется, очень круто для нас. Потому что чем больше таких мероприятий, тем больше мы развиваемся. И кроме этого мы можем продемонстрировать то, что мы умеем. И, кстати, сегодня на показе работает моя команда. И все модели будут накрашены, собраны нашей студией «Мальвина Арт». Конечно, для нас это почетно. Скажите, пожалуйста, как, условно, если вам понравится какой-то наряд, готовы его приобрести? То есть есть у вас такая цель? Почему бы и нет? Листая простора интернета, мы так и выбираем себе одежду. И если сегодня что-то мне понравится, я готова приобрести. Почему бы и нет? А начинающая блогер Яна Хуснова, которая с недавних пор живет в Дагестане, пришла на показ национальной одежде. Говорит, решила соблюсти тематику показа. Во-первых, я всегда стеснялась, наверное, выходить так. Наверное, отчасти того, что я не принадлежу к кавказской культуре. Я русская. Но меня нереально заряжает этот стиль. Он меня очень сильно вдохновляет. И на самом деле мне очень интересна работа местных дизайнеров, так как мне очень нравится этот стиль. Последняя проходка меня очень лично вдохновила, потому что я давно хотела пересмотреть свой стиль и добавить в него что-то из этно. Наряды белого, черного, красного и синего цветов. Монеты и стразы, головные уборы, украшения и аксессуары. Публика без устали снимала дефилирующих моделей на свои смартфоны. Организатором такого грандиозного модного показа выступил в прошлом модель Алибек Мусалев при поддержке бренда женской одежды IPK. У меня пришла такая идея, почему в Дагестане нельзя это сделать. Были показы, но я хотел без резонанса, чтобы было все максимально в строгом стиле и по национальности, по-дагестански. Я хотел показать, что наши дагестанские дизайнеры способны на великолепнейшие образы. Сколько вы готовились к показу? Полтора месяца. Полтора месяца. Это очень маленький срок, обычно по полгода готовится. Дизайнеры постарались по максимально, но они выложились по полной. Я знаю, поверьте, я разговаривал, общался с каждым дизайнером. Они ночами не спали, они делали это. Патимат Ханапова, Саид Шагидов, Новости ННТ, Махачкала. И о спорте. Масштабным велом, мотопробегом. В Махачкале отметили 9-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Вероприятие объединило около тысячи участников. Все они собрались рано утром у центральной джомомечети столицы. В числе участников были известные спортсмены, религиозные деятели и депутаты городского собрания. Хорошему настроению велосипедистов способствовала теплая солнечная погода. Финишировала колонна у духовного центра имени пророка Исы, где всех желающих угостили горячим какао. Организаторами мероприятия выступило управление спорта, туризма и работы с молодежью администрации Махачкалы. В Старице Республики завершился очередной розыгрыш Кубка Национальной футбольной лиги. В финале главной трофеи спаривали команды АЗС Плюс из Карабудахкента и действующий обладатель Кубка Кюре из Касумкента. В Кубке Дагестана принимало участие 36 команд, каждый из которых пришлось на своем пути сыграть по 4-5 матчей, которые они выиграли. Кюре вообще находится в статусе действующего чемпиона Кубка и защищает этот трофей. Команда Кюре и АЗС Плюс в чемпионате находятся в середине турнира таблицы, но Кубок, как говорится, это другой турнир, другой трофей. И команды сделали акцент именно на него и, как следствие, дошли до финала. Первыми счет в матче открыли футболисты из Карабудахкента. Причем за две минуты им удалось поразить ворота соперников дважды. Спустя еще 60 секунд игроки в зеленой форме отквитали один мяч. Особую атмосферу матчу придали болельщики, которые буквально гнали свои команды вперед. Ближе к концу встречи номинальные хозяева заработали право на пенальти и успешно его реализовали. Кюре бросился отыгрываться, отквитал один мяч, но на большее у команды из Карабудахкента не хватило ни сил, ни времени. АЗС Плюс впервые завоевывает Кубок НФЛ. Честно говоря, это уже у нас третий сезон, мы всегда доходили до полуфинала и оба раза мы проигрывали по серии пенальти. Всегда мы вели, как тогда, если вы заметите, у нас команда в основном молодые ребята, это 16-17 лет. Сейчас вот немного, они через год-два еще немного подкрепились, они уже 18-19 лет и сегодня уже более опыт набрали. Было очень трудно даже представить, что мы дойдем до финала и выиграем, но с помощью следующего окандуля так получилось. Победители турнира получили кубки и медали. Также награждены лучшие игроки в индивидуальных номинациях. Следующий сезон НФЛ стартует в сентябре. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале, а у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok